Ну что, настала пора переходить ко второму времени. Pass Simple. Ну и вот я слышу вопросы, что, а что, уже о первом времени мы все рассказали? Нет, наша задача сводится к другому. Мы сначала должны познакомиться со всеми временами, вот с этим квадратом из девяти времен, ну и потом уже перейти ко второй проблеме. Итак, сначала мы должны разобраться, сколько у нас времен и как они строятся, какие вспомогательные глаголы и как образуются все вот эти вот четыре предложения, о которых мы говорили, утверждение, отрицание и два вопроса. И уже только потом мы будем рассуждать о том, где эти времена использовать. И вот мысль о том, что у каждого времени только есть одно единственное значение, простое и настоящее, это вот простое и настоящее, и все, это ошибка. И вот вкратце скажу предварительно, что у этого времени Present Simple как минимум пять основных значений. Пять. В общем-то эти пять можно поделить еще на большее количество. И вот эти пять принципиально отличаются. И вот первое назначение, которое всем приходит в голову, это то, что мы выражаем те действия, которые в настоящем времени повторяем многократно. И поэтому есть вот эти знаменитые сигналы, вот эти метки этого времени. Слова «всегда», «иногда», «никогда» – это первое назначение. Второе назначение – это давать определение. И вот получается так, что в словаре всякое определение дается практически всегда в простом настоящем времени. То есть нужно понять, что, когда мы говорим фразу «Земля вращается вокруг Солнца», «Бога впадает в Каспийское море», «Биссектриса делит угол пополам». Это не значит, что оно его однократно делит, это однократно. Это просто определение. Вот это пункт второй. Третий пункт совершенно отдельно, это мы еще с этим познакомимся, это так называемые неконтиниусные глаголы. Но для этого надо сначала дойти до времени «континиус». И, наконец, четвертое и пятое действия вообще относятся к будущему времени. Вот такая интересная картина нам предстоит впереди. А сначала мы знакомимся с названием времени и с тем, как образуются его основные глагольные формы. И вот давайте перейдем ко второму времени. Past Simple. И вот наша таблица всех времен английского языка. Активная форма, пассивная форма. Мы делаем первый переход от первого времени – Present Simple, ко второму времени – Past Simple. И скажем, что в этом времени, так же, как и в первом времени, у нас в утвердительном предложении не нужен вспомогательный глагол. Вот это главное отличие этих двух времен от всех остальных. И в утвердительном предложении во втором времени в Past Simple будет использована вторая форма глагола. Вот помните наш кораблик? Первая, вторая, третья, четвертая формы глагола. Больше нет, пятой формы нет. Так вот, вторая форма глагола будет использоваться только вот в этом времени. И при этом еще только в утвердительном, в первом утвердительном предложении. Это для всех глаголов. После того, как мы построили утвердительную фразу, дальнейшее уже будет зависеть от глагола. Помните, мы говорили в первом времени. После построения первой фразы мы должны задать вопрос. У нас сказуемое – это глагол какой-то особенный, special verbs или обычный. И вот special verbs, и мы сказали глаголы первой тройки, модальные глаголы. И тогда вполне возможна ситуация, когда нам вспомогательный глагол не понадобится вообще. Ну, мы взяли простой глагол, обычный глагол, right. И, соответственно, мы будем пользоваться во второй, третьей, четвертой фразе вспомогательным глаголом. Добавлю к этому, что в отличие от первого времени, во втором времени уже нет этого отличия, когда хиши и ит спрягаются по особенному. Здесь все местоимения равны. Глагол будет одинаковый и для мужского рода, и для женского, в отличие от русского языка. И в этом времени past simple, так же, как и в времени present simple, нам не нужен вспомогательный глагол. И вот скажем, это последнее, второе и последнее время, где наблюдается такая картина, которая, в общем, надо сказать, очень усложняет. Было бы проще, если бы мы использовали вспомогательный глагол. Но его тут нет. А в вспомогательном глаголе в этом времени используется глагол did. Это прошедшее время от глагола do. Вот давайте посмотрим, как строятся все эти четыре предложения. Итак, начинаем строить предложение в простом прошедшем времени. Past simple. Вот первая фраза. You wrote these letters last year. Вы писали эти письма в прошлом году. Вот так. Такое предложение я выбрал. Опять-таки, глагол писать. И вот у нас тут вторая форма глагола. Write, wrote, written. Вторая форма wrote. После этого, как мы сказали, мы должны задаться вопросом. У нас глагол простой или необычный? Special verbs. Нет, у нас здесь обычный глагол wrote. Поэтому нам нужен вспомогательный глагол. И глагол тут будет только один. Did. Для всех форм. И вот глагол did. Мы вводим глагол did. И при этом, обратите внимание, мы уже сталкивались с этим. Как только мы ввели глагол did, глагол wrote уступает место в глагол write. Солить нужно только один раз. Пересмотрите предыдущий урок. И вот you did not write these letters. Ну и можно добавить last year. Вы не писали эти письма. Ну и можно добавить в прошлом году. И вот you did not. Еще раз обращаю внимание. Как только did not, так уже write. И дальше уже все. Мы простились со второй формой глагола. Нам нужна исходная первая. В третьей фразе yes, no question, опять-таки, инверсия, то есть перестановка. Вспомогательный глагол did, вот он помечен короткой волной, пошел вперед. Did you write these letters last year? Вы писали эти письма в прошлом году? Yes, I did. Утвердительное предложение. No, I didn't. Еще раз обращаю внимание. В краткой форме ответа обязательно нужен первый глагол, который вспомогательный, который стоит перед подлежащим. Ну и наконец, когда дошли до четвертой, до четвертой фразы, до четвертого предложения, опять-таки, обращаю внимание на нашу любимую ошибку. Соответственно, не надо ее делать. Не терять вот этот вспомогательный глагол. Потому что русская фраза, когда вы писали эти письма, не содержит вот этого вспомогательного глагола. А мы должны рассуждать так. Мы берем третью фразу, ставим какое-то вопросительное слово, в данном случае when, или где вы писали это письмо. Любое вопросительное. Что вы писали в этом письме. Вот я ставлю вопросительное слово when. А дальше просто повторяю третью фразу целиком. When did you write these letters? Вот простой и четкий алгоритм, который нужно хорошо усвоить. И вот мы познакомились с первыми двумя временами. И скажем, что эти времена самые трудные, но не самые востребованные, а не самые нужные. Существует даже такое поверье в желании научиться разговорным языком, что, обладев этими двумя временами, остальными можно не заморачиваться, пользуясь только ими. А именно, если у вас русская фраза в прошедшем времени, то вы ставите второе время. А если не прошедшее, настоящее или будущее, то пользуются первым временем. Present simple. Ну, это, конечно, очень большое привлечение. Такая речь очень бедная. Так что мы останавливаться на этом времени не будем.